снова приготовила стол ребятки ждем гостей должны быть с минуты на минуту ну понятное дело овощи прежде всего селедочка это отдельно молоки кто любит витя любит знаю вот еще молоки любят не все как вы понимаете да это нарезочка это квашеные огурцы помидоры немного у меня было копченые рыбки это по заказу те же самые маленькие рыбки уникальные рыбки компотик вот и сейчас немного захвачу из духовки прямо горячее покажу потому что с минуты на минуту должны быть дети в гостях ждем по ждем и вот такая красота картошечка сплылась жару и купленная в городе вознесенский я вспомнила название магазина ребята ведь а как амар магазин амар советую очень хорошая продукция хочешь домашняя курочка хочешь не домашняя то есть она даже видно и по цвету и по качеству все это не домашняя но они быстренько цыплята такие быстро готовятся вкусненькие поджаристые на коврике делала специально чтобы жирок был вот он весь сейчас мы это жирком польем курицу и картошечку все ребятки погода прекрасная солнышко дождя нет все встречаем гостей насчет ребят нас насчет обещанного уксуса яблочного я конечно дико извиняюсь все будет завтра но так скажем сложилось с утра одна информация после обеда другая детки идут а завтра будет у нас уксус так что ждите пожалуйста всем привет народ потеряли меня да я вот она все нормально работаем вчера и позавчера были просто у нас другие дела и но совершенно не было времени для того чтобы что-то снять были гости потом мы уезжали на общем знаете вот так вот так вот так так все значит ребятки по просьбам и опять таки и по просьбам и пришло время прошли 14 дней даже больше но это не страшно для уксуса это совсем не играет никакой роли вот сегодня я переливаю уксус вот значит наслышанное о том что очень очень много есть рецептов уксусов дома и приготовление уксуса в домашних условиях у меня вот такой скажем так можно перепробовать какие-то другие здесь у меня было добавлено на 100 грамм яблок на килограмм яблок по 100 грамм этих самых сахара вот где-то грамм наверное 3-4 грамма сухих дрожжей и корочка хлеба закинута сюда где-то она там между яблочками вот прошло 14 дней даже 15 ну вот постояла на в темном месте мешали мы постоянно деревянной ложечкой или лопаткой вот чтобы ну знаете как не цопнуть по баночке вот и пришло время и его перелить у меня есть двойной рабочая такая у меня марлечка уже стиранная перестиранная новая вон лежит в два слоя марлечку потому что вы как видите здесь у нас в баночке очень много вот такого осадка этот осадок тоже нужно перелить вот в другую посуду что мы сейчас и сделаем два слоя марлечку ситечка для удобного такого чтобы не 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 было заливание зализывание воды вот и все вместе с яблоками находящимися в баночке мы отправляем уже запах такой хороший уксуса а вот отправляем это все на двойной слой марли вот в мисочку оценим эти все яблочки они хорошо полежат мы их прямо отожмем так хорошенечко чтобы ничего не пропало вот ребят я не знаю как у вас у нас и многим звонила со многими разговаривала на улице сейчас вот уже наверное трое суток но двое точно два дня назад было только начало такой этой пылевой пелены не знаю что это но я уже прочитала и понимаю что это но вам объяснять не буду чтобы не ошибиться знаете сколько людей столько мнений вот но пелена такая что хочется сидеть дома никуда не выходить в воздухе пылью не пахнет вот но все кругом седое знаете такое прям седая пелена не видно там у нас бугжи на той стороне не видно реки не видно дороги скажем так которые около города находится и поэтому сегодня и вчера сказали меньше ходить по улице чтобы не дышать вот этим всем что ну как она не знаю но осадок конкретный вот ведь обратил вчера подоконник и сегодня мы пришли ходили купили еще муки 5 килограмм потому что что-то такое происходит с ценами взяли муки вот и и пришли а подоконник опять с той стороны получается вот эти вот как сливы сливы это самое прям такие серые стали представьте то есть не знаю что такое но дышится действительно как-то на улице непонятно тяжело вот и поэтому не хочется туда идти вот так я думаю это ненадолго должно наверное закончится как-то звонила и родственникам в киев и еще одним родственником ну короче у всех такая вот не знаю как у вас на каких это областях как она раскинулась ой прям стреляет через марлечку на меня вот так вот прямо отсадим 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 хорошо так пообщались посиделись малым наигралась и сегодня опять ходила к нему в общем растет вообще такой смешнючий много уже научился даже мясо ел у меня вкусная была курочка кушал мясо сидел вот так вот все тщательно поджимаем но это я уже положу другую тарелочку это сейчас сольем а это еще поджимаем вот теперь когда мы вот это все сольем добавим сюда на вот эту вот всю на все количество будущего уксуса добавим две столовых ложки сахара сахара вот и она еще остается у нас еще на четыре недели ребятки две но стоит уже в таком же темном месте теплом и мы я эту баночку уже не трогаем то есть она уже у меня уже одна такая партия давно-давно стоит я ее буду сливать в начале сентября буквально числа 5 сентября мы уже такой считали а это постоит я получается уже до после 25 сентября вот я солью его купила по вашему совету вот такую леечку сейчас будем испробовать ее удобно не удобно думаю что будет удобно не будет никуда сливаться вле влево или вправо ну да конечно все льется в бутылок сегодня еще раз прочитала о пользости полезности яблочного уксуса действительно очень хорошая вещь гипертоникам людям страдающим сердечными заболеваниями ну в общем столько там перечень тут очень большое содержание кальция и калия бомбезная вещь очень очень нужная нашему организму так что делайте делайте и не просто делайте а с удовольствием делайте вот ну а это еще я немного попроцеживаю почвякаю почапкаю но жалко же чтобы она вот так вот пропадала правильно может быть грамм еще 150 и накапаю по поводу ребята прошлого видео и комментариев на это видео чисто из-за уважения наверное даже ну к себе я не буду эту тему муссировать и открывать поскольку есть одно мнение мое я думаю оно самое верное для меня время все поставить на свои места рассудит и когда пройдет время мы все почухаем вот так вот репу и подумаем боже как я был неправ ну вот так и все единственное что конечно многие там я отписался я отписалась счастливо все мы будьте здоровы это не наши люди не обидно не жалко то есть знаете как люди проверяются в беде вот они проверились каждому свое даже без это единственное что опять-таки не обидела а поразила все равно очень много обзываний это настолько не по-взрослому настолько глупо что ну это уважение не не меня не уважение а самих себя я так думаю что люди которые позволяют себе такие нелепые нелепые высказывания с обзываниями это люди которые ну наверно с большой буквы не хочется писать об этом человеке человек с большой буквы не хочется писать а с маленькой и не нужно все вот так вот мы отсидели наш уксус это понятно уже себя изжило вот а теперь я уже хочется мне сделать ну марлечку но по крайней мере новенькую потому что мне мало ли куда она еще пойдет правильно для всяких там нужд поэтому кусочек отрежем сейчас накроем и опять в то же самое место поставим пускай себе отдыхает главное сейчас нам с Вики посчитать время когда нам сливать эту партию потому что я же говорю это уже будет вторая партия уксуса вот поэтому сейчас высчитаем время я так думаю узенькую полосочку вот так прорву и будем с уксусом это я потом красиво смотаю завяжем красивой ниточкой сейчас пусть себе стоит дышит мешать его уже не нужно так сейчас я возьму веревочку 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 ну улица погода более менее уже по-моему 25 или 26 но вот из-за этой полевой бури конечно никуда не сходишь никуда не поедешь хотя мы все свои дела переделали что планировали вот будем ждать когда эта буря закончится пишите у кого какая погода у вас стоит напишите просто интересно до каких этих самых границ украины вот это вот происходит до каких границ в Киеве тоже самое я же говорю так все ребятки значит всем будьте здоровы делайте домашний уксус в домашних условиях яблочный вот ну и все а потом когда вот пройдет это количество времени которое я называла 4 недели также процеживаем через 2-3 марлечки и вот тогда уже а кстати жидкость должна быть прозрачной когда он уже выстоится прозрачный и сверху может быть пленочка это называется матрица эту пленочку надо удалить кстати она полезнее чем сам уксус может быть кто-то ну там пару ложечек ее даже можно скушать она очень полезная пленочку убираем процеживаем вот и ставим уже в стеклянные бутылки хорошо их закрываем и ставим или в кладовку или в какой-либо шкаф вот и в течение года уксус можно употреблять столовую ложку на стакан воды можно выпить утречком можно ну понятно салаты и мясо приправлять это все мы знаем вот а употреблять его можно 2-3 раза в день для очищения организма для понижения гипертонического давления для улучшения работы сердца желудка работает хорошо оно относительно кожи волосам, ногтям даже по зрению актуально очень так что почитайте если кому интересно и делайте яблок у нас в этом году бог нас наградил большим урожаем яблок так что яблочный уксус можно сделать не покупая его в магазинах потому что за качество магазинного уксуса ну скажем так что мы можем сказать когда человек сделал сам от души и употребляешь ты знаешь что это чистый полезный продукт никаких тут примесей нет так что все мои хорошие не теряйте меня завтра снова буду в эфире ну а на сегодня пока все будьте здоровы пока пока всегда с вами Витя Лена и Степан это все теперь давайте